Добрый вечер! И насколько актуальна эта книга сегодня? Об этом мы в передаче поговорим. Отец Мини, добрый вечер! Добрый вечер! В нашем понимании слово «апокалипсис» связано с ужасами, с трагедией, с концом света, с разрушениями. Есть ли какая-то связь между апокалипсисом, которым мы воспринимаем как трагедия, и этой книгой апостола Иоанна Богослова? И что вообще означает апокалипсис? Ну, апокалипсис – это слово греческое, и так как к нам Священное Писание пришло из Греции, естественно, оно и пришло вот с таким уже греческим переводом названия этой части Священного Писания, которая была написана Иоанном Богословом. В переводе это означает «откровение», то есть «открытие», «откровение». То, что мы не видим, и вдруг по каким-то чудесам Божьим, открытым через святых угодников Божьих, для Церкви это вдруг открывается. Причем, так как это откровение было написано сразу после воскресения Христова практически, через десяток лет, то, представляете, оно еще сейчас не завершилось, то есть оно до конца света распространяет свои действия. Представляете, насколько был духовен автор этого творения, Священного Писания, Иоанн Богослов, который провидел с помощью Божьей конец этого мира и те события, которые грядут, и которых мы еще не испытали. Уже 2000 лет прошло. Поэтому, конечно же, это все поражает, удивляет, но с точки зрения человеческой мы не можем этого вместить, такой большой объем информации, ну, представляете, от воскресения Христова до страшного суда, какое количество событий должно описать автору откровения. Поэтому человек не может вместить, и, как в Евангелии сказано, все книги мира не вместят всего этого, открытого Господом для апостолов. Но мы все-таки должны быть предупреждены, и Господь не зря открыл нам это через Иоанна Богослова, и открыл вот такими очень странными, на первый взгляд, но очень глубокими и символичными образами, которые несут за собой совершенно конкретные смыслы, и не один, а множество смыслов в себя воспринимают эти образы. И поэтому в них вмещается такое огромное пространство, огромное пространство по времени жизни и судеб человеческого рода. Поэтому мы, конечно же, должны это изучать, но лучше это учить, и сначала учить, а потом уже углубляться разумом, с помощью толкований на Откровение Иоанна Богослова, а на службах его раньше читали, но его очень трудно объяснять, так как есть традиция, и сейчас сохраняется традиция, что прочтенный Евангелие во время богослужения, его в проповеди священник раскрывает смысл там сказанного, прочитанного. Поэтому, когда читается Откровение, читалось Откровение, очень трудно было его раскрывать смысл, потому что и не всякий священник может это сказать. По крайней мере, тот, который не читал толкований на Откровение Иоанна Богослова, он и затруднится объяснить эти образы. Да, прежде чем мы перейдем с вами к содержанию книги, кто такой апостол Иоанн Богослов, автор этой книги? Апостол Иоанн Богослов является любимым учеником Господа нашего Иисуса Христа, который был на Тайной Вечере, который везде, где не совершал Господь свои чудеса, везде он присутствовал. Это и воскрешение Лазаря, это и на Фаворе преображение, это и другие различные чудесные события, в которых Господь, как правило, избирал троих свидетелей, троих своих любимых учеников. Это Петр, Яков и Иоанн. Яков и Иоанн – это братья из одной семьи. И они, как названные, получается, племянники Господу. Фактически да, потому что Иосиф Обручник, который взял Пресвятую Богородицу в такое вот содержание и жил с нею всю жизнь и помогал ей в этом земном, так сказать, поприще проходить свое послушание Господу. Иосиф Обручник имел дочь, и эта дочь вышла замуж за Зеведея, и от этого брака родились как раз Яков и Иоанн, то есть ближайшие родственники. Конечно же, Господь это тоже знал, и удивительно, если бы Он их не выбрал в себе в любимые ученики, так как, можно сказать, с детства Он знал и Иоанна Богослова, и Иакова Он знал уже даже по-человечески. Апостол, он самый юный, да, был? То есть, получается... Ему 16 лет было практически, когда совершались вот эти события евангельские. Уже распятия, а фактически даже 13 лет, да, получается, когда Господь вот его с собой... Да, знал его с детства. Для нас, конечно же, Иоанн Богослов является и четвертым евангелистом, который написал одно из четырех Евангелий. Евангелие от Иоанна называется. Он также написал три послания, он в том числе и написал Откровение, да, Иоанна Богослова. И мы все его знаем по тексту евангельскому. Это он воскликнул, Господи, повели нам, и мы не взведем огонь на этих нечистивых самарян, которые не разрешили нам переночевать у них в селении. Господь его тогда даже останавливал, не знаете вы какого духа. Сыны Грома бы. Да, хотя и назвал Иоанна сынами Грома. Но, конечно же, в дальнейшем вот эта горячность, которая сначала выражалась в ревности по Бозе, она потом перешла в величайшую любовь к роду человеческому и ко Господу. Почему он был любимым учеником Господа? Потому что он любил и Господа всеми силами души своей, и ближних своих он также любил всеми силами души своей. И есть различные предания и жизнеописания Иоанна Богослова, когда он даже таких своих учеников, казалось бы, уже совсем погибших, которых он, окромляя в церквях, сначала крестил, но потом уходил в другую церковь. Они заблуждались и уходили, вот один из них, например, в разбойники ушел и стал даже ужас наводить на ту местность, где раньше проживал, стал таким атаманом, можно сказать, разбойников. И когда Иоанн Богослов вернулся в это селение, он спросил у священника церкви, а где же мой молодой ученик, которого я тоже церковлял, крестил, он говорит, а он уже к нам не принадлежит, он сейчас в разбойники подался. Так Иоанн Богослов, уже будучи старцем, 70-летним, он пошел в логово этих разбойников. И когда его увидел атаман, смелый, храбрый разбойник, он повернулся и стал убегать от Иоанна Богослова, а тот стал его стараться догнать, ну как 70-летний старец может догнать молодого мужчину, он уже кричал, ну пожалей мою старость, остановись, я уже не могу тебя догнать. То есть, понимаете, он на все шел. Он же испытал и гонения, его несколько раз делали попытки убить неверующие гонители церкви, один раз пытались отравить ядом, не получилось, другой раз в кипящее масло, третий раз избили на Патмосе, просто до состояния, как будто он уже умер. И тем не менее, Господь его все время восставал из мертвых, можно сказать, силой Божией Иоанн Богослов, Господь его сохранял и продолжал проповедь. И даже когда он уже скончался, его похоронили в могилке, то на следующий день в могилке тело его не нашли. Даже вот эта тайна до сих пор сокрыта, и о ней как раз говорится и в Евангелии, что Господь ему Петру сказал, что тебе до того, если я хочу, чтобы Иоанн следовал за мной. Да, когда Петр спросил, а что с ним будет? Да, да, чтобы он меня встречал. Ты делай, чего надо. Он будет жить. И такая фраза звучит, что он не сказал, что я буду жить до скончания века, но вот чтобы меня встречал. Вы почитайте в Евангелии, это более конкретно, вы сейчас цитату не смогу привести точную. Все это увидите сами. И это удивительным образом совершилось после его смерти, его в могилке не нашли. И поэтому об этом событии ходят до сих пор такие предания, что он жив и ходит среди людей, и молится, и ждет, когда же будет встречать Господа. В каких условиях была написана книга Откровения? Это Римская империя, это уже начались гонения на христиан, уже были первые мученики. И, повторюсь, на самого Иоанна Богослова было несколько покушений на убийство. И он написал свое... Ссылку отправили на остров Патмос, да? Да, 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 написал свое откровение уже даже не в Израиле, а на греческом острове Патмос, куда его отослали в ссылку, чтобы он не ходил и не возмущал народ своим учением о Христе. И там он с Прохором своим учеником... Тоже обратил в мир. Да, с Прохором учеником он там прижился и покрестил практически все население этого острова, еще изгнал там и колдуна, который тоже возмущал, их против него настраивал. И, конечно же, именно на этом острове он нашел себе уединенное место, потому что это было его внутреннее состояние души, потребность уединения. И в этом уединенном месте, в пещерке, он молился три дня, постился три дня, на третий день было землетрясение, и с этого момента он стал диктовать Прохору, чего записывать. Таким образом Прохор записывал апостол Иоанн от лица Божия диктовал. Я есть Альфа и Омега и так далее по тексту Откровения. Конечно же, очень это интересно, но очень непонятно, скажем так, для тех, кто впервые будет это читать. И многие, пытаясь это читать, они видят, что здесь огромный смысл заложен, но понять его не получается. Ну, больше понять можно, наверное, изучая Ветхий Завет, да, и тем языком говорилось как раз вот Ветхозаветным. Ну, действительно, он же, Иоанн Богослов, был воспитан в Ветхозаветных, так сказать, церковных постановлениях и традициях. И, естественно, Новозаветные, собственно, только создавались самими апостолами, Новозаветные традиции церкви. Конечно же, они не могли не войти в его Откровения, и множество символов, образов и картин, которые мы читаем в Откровении, они взяты из Ветхого Завета. И, ну, описание, например, Иезекиилю, как Господь явился, и здесь описание тоже Господа на престоле из четырех животных, они очень похожи. Различные другие, там, Херуимы, Серафимы, другие моменты из духовных жизненных опытов апостола Иоанна Богослова и Ветхозаветных пророков, они пересекаются и друг друга поддерживают, так сказать, подтверждают одни и те же видения. То есть мы видим, что это правильно, потому что, если бы это было неправильно, не было бы этих пересечений, не было бы опоры на Ветхий Завет, как на корень, из которого выросло древо Новозаветной церкви. Всё так и должно быть, собственно. Ну, вообще, книгу Откровений, да, её не стоит принимать буквально, да, то есть там «Красный дракон», то есть вот нам нужно, там заложено за каждым словом, наверное, духовное какое-то, да, глубокое значение? Ну, я повторюсь, так как пришлось вместить в небольшую книгу огромное количество событий за многие тысячи лет вперёд, да, то, конечно же, в каждом символе заложено очень много смысла. И вот воспринимать этот символ вот только так, а не иначе, неправильно. В нём для того, чтобы вместить вот этот огромный период времени жизни человечества, пришлось в каждом символе многозначность закладывать, и через это получилось вот как бы ужать информацию, ну, я сегодняшним языком буду говорить, ужать информацию и вместить вот в это небольшое пространство Откровения на Богослову. Поэтому символы, ну, например, там, четыре коня, да, казалось бы, там, белые, рыжие, чёрные и… Четыре всадника. Да, да, всадники на конях, да, и призрачные, да, ну, что это такое? Можно это понимать однозначно, да, ну, всадники, кони, а можно это понимать как эпохи, а можно это понимать как какие-то временные рамки или какие-то стадии развития человеческого общества. Очень много в эти символы можно вместить, но в любом случае это отдельные периоды чего-либо. Чего? Это надо уже смотреть по тексту, что называется, и брать смысловую нагрузку из тех святых отцов, которые уже раскрывали смысл Откровения в своих толкованиях на него. Ну, давайте будем с вами детально разбирать, может быть, кто-то из телезрителей тоже к нам присоединится, может задавать свой вопрос по телефону прямого эфира. Что означает, вот мы читаем там много глаз, например, что символизируют глаза? Ну, это мы в Ветхом Завете читаем, это мы у пророков, это мы здесь видим, это, ну, самое простое изображение, ну, так сказать, человеческим языком, изображение херувимов. Многоочитые херувимы и шестокрылатые серафимы, да, мы читаем и в молитвословиях, и в других каких-то текстах священных писаний. Многоочитые херувимы – это те высшие ангельские чины, которые много видят и много знают. Они отвечают, скажем так, за знания и за их передачу от Господа людям или другим ангелам, и, соответственно, от людей молитвы передавать Господу. Они всевидящие, можно так сказать, око Господа и всезнающие, потому что все знания им Господь непосредственно открывает. Те, которые также указаны в откровениях, это шестокрылатые, да, шесть крыльев у животных, например, там, четыре животных, на которых зиждется престол Божий. Вот, четыре крыла – это, есть шесть крыльев, есть четыре крыла, четыре крыла – это у херувимов, да, а шесть крыльев – это у серафимов. Огненные серафимы, которые все свое существование совершенно ежесекундно, да, восклицают, свят, свят, свят Господь Саваоф. Испол небо и земля, слава Твоей Я. То есть это мы знаем уже из молитв, да, но это же видел сам Иоанн Богослов. И это же видели другие пророки из Ветхого Завета. Конечно же, для того, чтобы эти образы воспринимать, нужно иметь веру. Для неверующего человека, все, что я сейчас говорю, ну, это какие-то вот символы, не имеющие смысла, и они далеки от той реальности, которой мы живем, вот, своим плотским, так сказать, телесным жительством. Но когда человек духовно начинает жить, то это все становится реальностью для верующего человека. И эта реальность, она рано или поздно будет открыта всем нам, ну, по крайней мере, на страшном сути. Да. В самом начале, почти, да, после Иоанна Богослов обращается к семи церквам, находящимся в Оси, да. Что это за церковь, почему семь, и как это вот связано, да, то, что в Откровении очень часто число семь используется, да, и почему оно считается божественным? Ну, действительно, за семь дней Господь сотворил Вселенную, семь цветов радуги, семь звуков нотных. Число семь подвержено, там, ну, сколько, там, например, женщина, там, дней беременность или какие-то другие моменты. Огромное количество седмеричных циклов. В неделю, семь дней. Да, ну, неделя, да, семидневная неделя. Огромное количество, вот, отмечено в нашей жизни циклов седмичных. Даже есть такое понятие, как Данииловы седмины, когда даже целые периоды жизни ветхозаветной были вот этими седминами, посчитаны пророком Даниилом. И предсказаны пришествия Христова. Там, 14 поколений до Вавилонского нашествия, 14 поколений после, потом еще, и 14, это, опять же, два раза по семь. И семерка, она и здесь присутствует, и те семь церквей, о которых сказано в Откровении, они действительно были в жизни. То есть это реальные церкви, которые находились, ну, сейчас это территории Турции, тогда это была, вот, Осия. И эти церкви насаждал апостол Павел, но после того, как его нейрон усек мечом, там стал проповедовать Иоанн Богослов. Он тоже стал, как сказать, ну, окормлять эти церкви, и к ним писал свое обращение. Конкретно, можно сказать, людям. А он пришелся как ангелам церкви. Ну да. Что значит ангелы? Епископы? Ангелы – это те, которые действительно, ну, охранители, да, мы еще, вот ты мой ангел-хранитель. Да, вот ангелы – это те, которые сохраняют ту или иную церковь, то есть те ближайшие ученики апостолов, ну, епископы мы сейчас их называем, и тогда они назывались епископами, священники уже подчинялись епископам, а епископ – это тот, который охранял целую область в той или иной стране церковной. Так вот, к ним он и обращался в своих посланиях, и здесь он также обращается к этим ангелам, но это только один образ. За ним скрываются другие образы, потому что, если брать историю церкви за два тысячелетия, то мы увидим, что вот эти обращения Иоанна Богослова уже идут не к конкретным церквям в Турции, а к церквям, к церкви в определенные периоды времени, исторические периоды, потому что каждому периоду церковной жизни вот это обращение Иоанна Богослова было актуально. И сейчас, ну, по крайней мере, многие из толкователей говорят, что мы сейчас уже в конце этого седмеричного цикла развития церкви, у нас Филадельфийский период идет, это предпоследняя церковь Филадельфийская, и за ней идет Лаудикийский период, Лаудикийская церковь. И после нее все, уже конец, так сказать, жительства в этой бревной земле. Филадельфос, это опять же греческое такое название, фила – это любовь, Дельфос – это друг, дружеская любовь. И эту церковь, Господь, к ней обращающаясь Иоанна Богослова, он интересные слова говорит, что я знаю, что ты слаба, я знаю, что у тебя мало сил, но так как ты сохранила дух мой, дух любви братской, Филадельфос, да, любовь к братьям, то я сохраню тебя. И это вот к сегодняшней церкви, мы очень слабенькая церковь, у нас нет тех сил, тех возможностей, той ревности, которая была у церквей, ну, например, периода мучеников, или периода великих постников, которые, затворников, в пустынях удалялись. Нет сейчас таких постников, мучеников и молитвенников, или столбников, которые величайшими подвигами прославили церковь на земном поприще. Но вот если мы сохраняем дух Христов, то есть дух любви, то Господь сохраняет нас при всей нашей слабости и немощи. А если Лавдекийскую церковь рассматривать вот с этой точки зрения, то мы видим там другое обращение Господа, которое гласит, что так как ты не холоден и не горяч, я извергаю тебя из уст своих. Был бы ты горяч или холоден, но ты теплохладен, поэтому отвергаешься от меня. То есть фактически речь идет о чем? О том, что мы можем войти в такой период жизни церковной, когда будут совершаться только внешние, так сказать, как называют обрядовые части церковного служения, а внутренней любви, то есть ни горячности не будет, горячей любви к братьям, ни холодности к страстям тоже не будет. Будет теплохладность. То есть, ну и это можно, и это можно, лишь бы сохранить внешность. Вот это уже сейчас начинает потихонечку проявляться во многих церквях. Вот эта теплохладность, можно ее назвать толерантность, для сегодняшних более известное слово. Когда мы теплохладны ко всему, ну так, хорошо, так будет, ну так, лишь бы меня не трогали. Что здесь в церквях вы подразумеваете? А в церквях это подразумевается то, что часть верующих людей, ну да, ну, я крещен... В рамках православной церкви? Православных, да. Я про католиков, про протестантов, там уже давным-давно все это есть. И теплохладность, и чего там только нету. И больше даже есть греховные моменты. В православных церквях есть что? К сожалению, уже сейчас замечают многие священники, что вот той горячной, горячности такой вере, жертвенности, которая была даже вот когда буквально 20 лет назад, сейчас уже нет. Когда люди просто приходили, помогали там реставрировать церковь, когда люди постились искренне, которые молились, которые там жертвовали чем-то своим близким там для Господа. Сейчас, ну а чего, я крещеный, да, я православный, и в церковь я хожу иногда, может быть, раз в год приду. Но это уже теплохладность, уже горячей любви нету. Если человек любит чего-то, он тянется к тому предмету, который он любит. А здесь не тянется. Ну надо, скажите, ходить на Пасху, посвятить куличики. Ну да, ну это же вкусно. То есть не из любви к Богу, не из-за таинства воскресения Христова, а вот чтобы Пасху осветить, куличик осветить. Ну, понимаете, да, вот в этом уже теплохладность начинает проявляться. Вернее, такая теплость, горячности нет. А дальше холодность появляться начинает, когда человек уже и... Его совершенно не расстраивают грехи. Ну что, ну говоришь, ну не пощусь я, ну не молюсь я, ну в церковь я не хожу. Холодность уже к церкви начинает проявляться. Ну, а чего, зачем? Бог у меня в душе, мне уже ничего не надо. Вот это уже теплохладность еще более яркая. А почему вот в данном контексте, да, почему Господь, да, говорит, что теплохладность хуже, чем просто холод? Потому что холод подразумевает все равно яркую реакцию. То есть человек холодно относится к грехам. Вот нет и все. Вот я сказал, вот так будет, значит так. То есть я буду поститься или я буду молиться. И он холоден к тем уговорам плоти или близких. Он не воспринимает их, потому что так сказал Господь, и я буду это исполнять. Холодность, либо холодность в другом смысле, что человек даже холодно относящийся вначале к каким-то словам Божьим. Как апостол Павел, например. Как апостол Павел, да. Или как Петр, который предал трижды Господа. Чем более они были холодны вначале, тем более горячими они были потом в служении Господу. Ведь они все погибли из любви к Богу мученически. И апостол Павел погиб мученически, и Петр погиб мученически, распятый на кресте. То есть это вот та холодность, с которой они начали, она привела их к горячей любви. То есть теплохладность можно на наш язык, это равнодушие. Да, толерантность, равнодушие. Не трогайте меня, моя хата с края, ничего не знаю. Вот меня покрестили, вот и все этого достаточно для спасения. Ну и еще вот я в церковь приду на Пасху и на Рождество. Так, продолжим с вами дальше разбирать. Апостол Иоанн Богослов в видении возносится к Божественному престолу, который окружает 24 старца и 4 животных, непрестанно поклоняющиеся Богу. Кто есть эти 24 старца? Почему они и зачем они полагают свои венцы? Ну, это те праведники, пророки, апостолы, которые уже положили к ногам Божьим свои жизни, так как они все, ну, апостолы все, кроме Иоанна Богослова, умерли не своей смертью, мученические погибли. И ветхозаветные пророки также практически все погибли мученически. И они положили уже жизни свои, как жертву Господу к подножию престола Божьего. Но венцы – это смысл власти, смысл мудрости, смысл высоты человеческой. И так как они все прекрасно понимали, что не их заслуга, то, что они знали, то, что они могли совершать чудеса, то, что они пророчествовали или совершали исцеление. То есть эти венцы чудес, которые им на главы возложил Господь, они обратно вернули их Господу, воздавая славу Богу. То есть не себе присваивая эту славу, а возвращая ее к первоисточнику. Славу увенчанных венцов они их Господу и принесли. И поэтому, ну, как мы, допустим, знаем, что, как перед барином снимали шапки, да, хохолопы. Почему? Ну, потому что уважали или боялись. Вот здесь не из уважения, а из любви к Богу и глубокого понимания своей слабости человеческой. И понимание глубокого, откуда имели они такие чудесные способности, от Господа имели, естественно, они их и вернули. Не вне Господи, но имени Твоему Святому. Можно так вкратце это объяснить и сказать. Вот этот символ в этом заключается. То есть это уже духовное видение того Богообщения, которое проходят святые, уже вошедшие в Царство Небесное и находящиеся перед престолом Божиим. Да, 24 некоторые так толкуют, что это полнота всей Церкви Ветхозаветного, Заветного, то есть 12 колен израилевых, 12 апостолов, да, вот они 24 составили. Да, да, именно так. Можно их распределить, можно так, что вот 12 апостолов, которые мы знаем, они представляют Новозаветную Церковь. И 12 пророков, или 12 колен израилевых, и 12 патриархов колен израилевых, они представляют Ветхозаветную Церковь. То есть там 12, тут 12, собственно, и есть полнота Церкви Ветхозаветной с Новозаветной, соединившейся в Царство Небесное. Да, далее, да, видит апостол Иоанн, четыре животных, исполненных очей, вот, первое животное подобно льву, второе подобно телецу, третье имело лицо как человек, четвертое подобно орлу летящему. Мы такие же символы видим на евангелистах, то есть это связь между этим. Да, действительно связь Ветхого и Нового Завета, и действительно здесь символизм очень многообразный и многосторонний, Но, ну, хотя бы, вот, начнем с простого. Почему апостолов вот именно так изображают? То есть Матфея как ангела с человеческим лицом, Марка как льва, Луку как тельца, и Иоанна Богослова как орла. Вот из этого примера мы поймем символизм, заложенный в Откровении. Иоанн Богослов был настолько высокодуховным человеком, что он наблюдал за картиной этого мира с высоты орлиного взора, можно так сказать. И видел, вот с этой огромной высоты духовной, видел малейшие движения человеческих судеб. Мало того, он видел не только настоящее, но и будущее, и прошлое. То есть его видение, то есть зрение, как у орла, оно здесь ярким образом показывает вот этот символизм. Лука при жизни земной был врачом, и его Евангелие написано также с точки зрения жизни человеческой, то есть оживотворения духовного человека. Для этого как раз подобран символ тельца, потому что он настолько исполнен жизненной энергией, что большего, так сказать, трудно подобрать более такой яркий символ, бьющий фонтаном жизни. Вот Луке именно этот образ жизненной силы. Марк, он написал Евангелие с точки зрения власти, царской власти Христа, имевшейся у Христа, и царская власть, она всегда изображалась львом. Естественно, здесь изображение Марка был присвоен лев, как царь всех зверей, и здесь этот символ перешел к нему и в духовном смысле. Ну и Матфей написал Евангелие с точки зрения человеческой для народа израильского как можно проще, как можно естественно, не описывая события жизни земной Христа. По-человечески написал Евангелие, поэтому ему был присвоен таки облик ангела с человеческим лицом. Что в Откровении эти же животные присутствуют? Здесь мы уже можем понимать, что за этими символами видятся те высшие ангельские чины, которые отвечают уже за стихии жизни человеческой, за жизнь, за власть, за видение, за объяснение, так сказать, по-человечески, да, за какие-то знания. Вот это все присуще вот этим четырем высшим архангельским чинам, на которых, собственно, изъездится престол Божий. Тем более, что у них также есть и крылья, также у них есть и многоочитость, как у херувимов. То есть у них все это присутствует. Телезрители просят нас исцелковать, что такое исполненных очей? Ну, исполненные очей – это, значит, глаза, не как у нас два глаза, находятся на лице. Они все покрыты глазами. Полные, то есть исполненные. Исполненные, то есть полностью покрытые глазами херувимы. И на всем теле херувимов находятся очи, которыми они видят одновременно во все стороны. И поэтому многочитые, и поэтому всезнающие. Ведение, да? Всеведущие, да, всевидящие, можно так сказать. Так, ну вот есть еще такое вот выражение, которое дошло до наших дней, и в обиходный язык хорошо вошло так, да? Это тайна за семью печатями. Но вот мало кто знает, что как раз это выражение идет из книги «Откровение», да? Есть такой момент текста «Откровение», где Агнец, предвечный Агнец, берет книгу, и только ему удается эту книгу открывать. И одно за одной он снимает первую печать, вторую, третью, четвертую, и так до седьмой печати. И со снятием каждой печати, вот этот текст нам говорит, что изменяется существование жизни на земле. То есть каждая печать, она как бы подразумевает свою эпоху, новую, начинающуюся эпоху в жизни человечества, в жизни Церкви Христовой. Ну, Агнец – это естественный Господь Иисус Христос, книга, это книга жизни рода человеческого, ее творец Бог-Отец, и, естественно, только Бог-Сын мог эту книгу начать перелистывать и подвести ее к естественному окончанию, страшным судом, на котором он же будет восседать и судить все колено человеческие. Также есть отрывок, когда, говорится, перед началом бедствий, верующие получают на чело, на лоб благодатную печать, сохраняющую их от нравственного зла и от участи нечестивых. Что это за печать и где нам ее получить? – Действительно, мы эту печать получаем, и это уже, ну, он как бы и символизм, но он и реализм присутствует. Потому что каждый раз, когда священник крестит пришедшего на крестины, будь то младенец или взрослый человек, он берет освященное мира, святое мира, и кисточкой, стручком таким, как это церковно называется, наносит печать на все органы тела человеческого, на чело, крестик, на глаза, на уши, на сердце и так далее. То есть по чину. То есть это опечатывание, можно так сказать, человека благодати Духа Святого. Так он, священник, говорит, печать дара Духа Святого на лоб, печать дара Духа Святого на глаза, печать дара Духа Святого на уши и так далее. То есть человек, как бы, становится защищенным благодатью Божией, это таинство, одно из семи таинств Церкви, которое защищает от духовных нападок и дает силы духовные к уразумению – это лоб, к видению – это глаза, к слышанию – это уши, к разговорам – это уста человеческие, к деланию – это руки, и вот пошагу дальше. То есть мы это имеем, сами того не осознавая, можно сказать, с младенчества, с момента крещения. И только взрослые, когда крестятся, они это могут осознать уже, ну, так сказать, с точки зрения взрослой. Некоторые спрашивают, а что это такое происходит сейчас? Как раз то, о чем говорится в Откровении, что часть людей были опечатаны благодатной печатью, и они были защищены от нападок бесов, сатаны и различных других злых сил. Ну, кроме того, да, некоторые толкователи, что печать – это наше крестное знамение, которое мы тоже на себя наносим. Мы можем, да, сами себя опечатывать, но оно, так сказать, имеет силу уже не таинства, а силу образа. То есть когда мы перекрещиваем себя, мы прикасаемся к колбу, к животу, к правому и левому плечу. И таким образом крестное знамение на нас располагается и опечатывает нас от нападок бесовских также. Но это, конечно, сила у него не такая, как сила таинства церковной миропомазания. Да, кроме того, печать – это еще и исполнение заповедей Божьих. Ну, это уже внутреннее делание, потому что некоторые мне могут возразить, что, ну да, вот он крестился, но он же не христиан, то есть не живет христианской жизнью, он не верующий, он живет как все. И поэтому это необходимое условие для спасения, но недостаточное – опечатать внешне человека. Надо еще, чтобы и внутри он сам себе расставился по полочкам и там печати поставил, что вот в эту дверь я своим умом не вхожу, а вот эту дверь я никогда не закрываю. То есть дверь Евангелия передо мной всегда открыта, а дверь страстей и разгулов каких-то и других там порочных, так сказать, действий, внутренних, мысленных, чувственных, эта дверь у меня опечатана, и туда я не вхожу. То есть вот это внутреннее опечатание уже каждый сам для себя должен производить, прочитав это в поучениях церковных, святых отцов и в Евангелии. Там Господь именно об этом говорит, что вот это надо делать, а вот это делать не надо. Зачем он это говорит? Только для того, чтобы это из Евангелия перешло к нам в душу, и уже в душе то, что нам вредно было опечатано, и мы к нему не приближались, не вскрывали, скажем так, эти печати, а то, что нам полезно было открыто, и туда мы постоянно ходили. Да, также в Откровении сказано, что кто поклонится Антихристу, получит печать на чело и правую руку, без которой не сможет ни покупать, ни продавать, и число это 666. Как уберечься от поклонения дьяволу? Как вообще нам относиться к этому числу, ну, в бытовой деятельности, в чеке, в граммах, в весах, например? Ну, есть такое у некоторых святых отцов выражение, что сатана – это обезьяна Бога, то есть он пытается копировать, сам ничего нового придумать не может, поэтому просто копирует, да, действия Божии, и таким образом пытается создать свою, как бы, вселенную, да, но сил на это у него, конечно же, нет, да и без любви ничего живого создать невозможно, на зле создается только мертвое. Поэтому, что действительно в конце времен, по откровению, и все об этом знают, что в конце времен придет такое время, когда диктатор, антихрист, подчиненный сатане, сделает так, что на земле невозможно будет ни купить, ни продать без его печати, без его метки, без его разрешения с помощью вот этой метки участвовать в торговле, в экономических каких-то отношениях. Я ученым словами буду говорить, да? В чем эта метка заключается? Иоанн Богослов ее смысл передал 666, то есть это число золота, которое народ израильский вынес из Египта. То есть фактически три шестерки, у нас они подсознательно заложены, да, что это вот сатанинское число. Почему? Это число золотого тельца. Это те, кто поклоняются золоту, мамоне, деньгам и ставят своей целью жизнь, целью жизни своей, именно достижение вот этих целей. Я живу ради денег, ну, как американская мечта. Чем я более удачный бизнесмен, тем больше моя жизнь удалась. На самом деле это поклонение мамоне, а мамоне это был такой телец золотой, да, один из кумиров, вот, подобный тельцу золотому, который создали израильтяне в пустыне. И за который были наказаны. Поэтому не надо здесь сейчас говорить, что вот три шестерки будут рисовать на лбу. Может быть, ничего такого рисовать не будут, будет что-то другое. Но в любом случае какая-то печать будет поставлена на руку конкретно и на лоб. Почему на лоб? Да чтобы человек уже не думал так, как в Евангелии учит Господь, а думал, как сатана его обучает. То есть с помощью этой печати будет отнята возможность правильного духовного мышления. И мы видим, что сейчас уже такие люди есть, опечатанные бесом, которые даже и помыслить не могут, чтобы в церковь пойти. И даже подумать о том, что Бог есть, не могут. Они уже сейчас опечатаны. Почему на правую руку тоже ставится печать? Потому что, как правило, это рабочая наша рука. Но мы все большей частью правши. Поэтому на правую руку ставится печать сатаны. То есть человек уже и сделать доброго ничего не сможет. То есть таким образом прекращается доброделание у этого человека. Это один из смыслов, из многих смыслов. Но также сюда можно привести различные сегодняшние технологические, так сказать, измышления, когда с помощью тех самых кодов, штрих-кодов, да, наносятся сейчас на продукты, на различные изделия. И есть разработки, когда такой штрих-код лазерным метчиком будет поставлен на руку, на лоб, и человек просто проходит какое-то, так сказать, устройство, прикладывает руку, все считывается, сколько у него на счету, сколько надо еще, так сказать, ему заплатить, или есть у него, или нет у него на счету, дать ему или не дать. И это уже решается не самим человеком, а тем, кто управляет этим компьютерным изделием. Кто управляет? Те люди, которые будут подчинены сатане. К сожалению, такой концлагерь может быть создан, и один из вариантов ответа на вопрос, что же это за печать, вот такой концлагерь. В концлагерях Гитлера это все было уже отработано, и ставили уже печать в виде номеров на руке каждому, кто в концлагерь попадал, и там не было имен, там были номера. И по этим номерам выдавали еду. То есть технология уже отработана, остается только ее более упростить и информировать. Судя по цифровизации, да, что все к этому у нас идет. Ну, как Господь сказал, что своих не оставит, да, поэтому нам нужно всячески держаться за Господа, а уже своих Господь выведет как надо. В любом случае, какие бы ни были нападки сатаны, и какие бы ни были измышления человеческого, так сказать, греховного разума, Господь все равно мудрее, сильнее, и всегда совершаются чудеса там, где естество встает против духовного естества. Там Господь подавляет естество плотское ради жизни духовного естества. Вот это надо не забывать, и поэтому всегда быть спокойным, то есть психовать не надо. У нас не очень много времени остается, минут три. Какой мы главный вывод должны сделать из этой книги? Насколько актуальна эта книга «Откровение» для нас сегодня? И стоит ли ее читать дома, даже когда не понимаешь смысла? Но я бы советовал читать ее все-таки с толкованием святых отцов. Тогда она принесет больше пользы, потому что человек, такое существо, он, ну, как сказать, очень часто может в фантазии уйти, хотя прочитать «Откровение» на Богослову, конечно же, надо, потому что оно описывает период жизни человеческого рода от Христа, первого пришествия его, и до второго пришествия Страшного Суда. Конечно же, это нужно знать, что нас ждет, какой сценарий развития событий нас ждет, наших детей, наших внуков. То есть мы двигаемся, верим, не верим, хотим, не хотим, но мы двигаемся по этому сценарию. Конечно же, хотелось бы знать. Что нас ждет? Всех нас ждет спасение, если мы верующие. То есть, в принципе, книга «Откровение», она больше именно добра, победа на добра. Она не про катастрофичность. Потому что люди склонны драматизировать, и больше там боятся антихриста, чем Господа ждут. Вот да, ведь в самой Священном Писании написано что? Что вы радуетесь, что эти признаки приближения Господа, Второго пришествия, вы радуетесь, что, значит, ваше мучение подходит к концу. Вот он уже скоро весна придет, уже скоро Господь к вам придет и спасет вас. А мы что? Мы гуэ, сейчас начнутся такие страсти и мордасти. То есть, мы совсем неправильно это воспринимаем, в том числе из-за средств массовой информации, которые нам как раз вот эту негативную точку зрения на «Откровение» навязывают. А она-то должна быть позитивной. Ну что же, отец Мини, наше время завершается. Благодарим вас, что вы приехали к нам сегодня прижать. Еще книга «Откровение» заканчивает со словами «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воззнать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. И дух и невеста говорят «Приди!» И слышавший да скажет «Приди!» Так мы вместе с автором книги «Откровение» апостолом Иоанном Богословом призовем Ей и Господи Иисусе Христе приди!